Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Наливина. Я заместитель председателя управления Интернационального союза писателей. Я издатель, в первую очередь, и на протяжении многих лет занимаюсь изданием книг. Где взять денег на издание? Во-первых, преференции для членов союза писателей, то, о чем я уже говорила, это очень важная составляющая, потому что у нас члены союза издают не первую книгу, кто-то издает четвертую, пятую, даже десятую книгу издают у нас, естественно, получая уже дополнительные скидки и рассрочки, и бонусы, и там еще плюс какие-то пакетные услуги. То есть это серьезное подспорье, когда надо не сразу, например, большую сумму денег вложить, а можно ее разбить на этапы и так далее. Кроме того, почти никто из писателей не рассматривает, за редким исключением, не рассматривает вариант поиска спонсоров. А это не такое сложное и невозможное дело, как показывает практика, как кажется на первый взгляд. Очень многие авторы мне говорят, да нет, ну где же я их найду? Я начинаю беседу с автором, а где вы работаете? Он говорит, там-то-танто, я говорю, только вот в ваш завод, вы пишете там историю. Сходите на завод, для завода, как правило, эта сумма совершенно не такую астрономическую цифру для вас представляет. И, как правило, получается так, что люди идут и просят и часто с невероятной легкостью получают согласие спонсора. То есть они даже этого не ожидали и мне говорят, единственное, главное, а чем мы пришли, сказали, вот так вот стук, они говорят, да-да, пожалуйста, мы вам дадим. То есть надо не бояться такие вещи делать, это абсолютно нормально, это на сегодняшний день распространено, просто главное нужно понимать, куда пойти. Да, безусловно, существует краудфандинг. Вот, на мой, например, личный взгляд, более такая сложноватая система, там нужно времени очень много потратить, как бы вот на организацию этой краудфандинговой платформы и так далее. Я на этом не буду особо останавливаться, потому что то, что там не совсем механизмы владеют, есть очень много лекций в интернете о том, как пользоваться краудфандингом, их можно отдельно посмотреть. Есть еще такой вариант, как в соцсети и предзаказы в соцсетях, его тоже не надо отвергать. Опять же, зависит от того, какое количество, да, у автора уже там к моменту выхода книги, какое количество у него друзей, сколько людей его, например, читает в соцсетях, кто хотел бы прочитать его книгу и кто готов был бы ее проспонсировать, значит, в момент предиздания. То есть, когда автор собирает денежку у себя в соцсети, анонсирует, что вот книга уходит на издание, даже если у вас не получится, например, там собрать 100% на оплату подготовки макета, то, ну, пусть 20, 30, 40, а то и 50% вы можете брать, это все большой плюс. Здесь главное, не нужно торопиться, нужно осмыслить все эти возможности. И самое главное, попробовать использовать каждую из них, потому что, как правило, возможности есть. Ими просто не догадываются люди, как ими можно пользоваться. Это все очень важно. Наконец, придумали, где взять денег, наконец, значит, рукопись доработана, и мы выходим на заключение договора. Договоры сейчас с издательствами чрезвычайно сложные. На сегодняшний день у нас договор с издательствами составляет 16 страниц с мелким шрифтом. Когда мне авторы говорят, что это вообще такое, говорю, а это вот половина договора защищает ваши права, а вторая половина договора защищает права издательства. На сегодняшний день очень много пунктов посвящены авторскому праву, безусловно, потому что законодательство в отношении авторского права крепчает, скажем так, его качает то в одну сторону усиление, то в другую, там ослабление. Но, тем не менее, каждый буквально свой чих шаг, отдел книгоиздания на сегодняшний день, который занимается изданием книг, да, не только на текст, на обложки, на фотографии, на какие-то там вставки, на какие-то цитаты, на какие-то иллюстрации. Каждый чих должен подтверждаться документально, не противоречить закону об авторском праве. Это очень важно. Конечно же, автор сам, когда вот он издает книгу, он, конечно же, даже не подозревает примерно там, ну, 80% подводных камней, которые там есть, связаны с юридическими аспектами и так далее. Поэтому я всегда говорю, книга под ключ, отдайте ребенка профессионалу. Могу вам сказать, что раньше, когда было такое время, как-то, да, когда у нас вошло в моду рожать дома в ванной с мужем. Вот когда автор говорит, я сам и редактор, и корректор, я сам все сделаю, я сам знаю правильно. Я и тогда не была сторонником этого. Значит, я все-таки рекомендую вот ехать в роддом, потому что мало ли что, да. Может быть, вы сделаете хорошо, но вы массу можете получить проблемы, сдав книгу, просто закончится все тем, неправильный выбор сдать сможет закончиться тем, что книга выйдет, деньги на нее потрачены, на распространение она не встала, либо она снята с распространения по той или иной причине. То есть макет теоретически книги у вас есть, а, считай, ее нет, ее никто, кроме вас, не видит. Ну, вы потешили себя этим фактом, что у вас вроде как есть макет. Но книгу-то мы пишем для читателей, в первую очередь, не для себя, поэтому это важно, это важно. Доверьте, пожалуйста, книгу под ключ для... для... это профессиональное дело, и пусть занимаются этим профессионалом. Корректура и редактура. Вот я всегда говорю автору, он мне говорит, я говорю, сейчас у нас книга на этапе вычетки, проходит пять корректур и редактур. Это корректор, редактор, они меняются, ведет перекрестная вычетка, идет вычетка на финале и так далее. И говорю обычно, только, пожалуйста, не говорите мне, что у вас пятерка по-русскому. Они начинают смеяться, авторы. На самом деле это не смешно, значит, а у меня тоже пятерка по-русскому. Во-первых, я училась в советской школе, это было давно, а язык у нас, во сколько известно, величина динамическая, слава богу, да. С тех пор, как мы получали свои пятерки по-русскому, прошло очень много лет, язык поменялся вообще на огромное количество процентов, процентов даже в лексике, да, какое количество лексики на нас вылилось и льется и в связи с развитием компьютерных технологий и всего остального. То есть лексика, даже динамическая величина, мы даже не всегда сейчас понимаем лексические значения многих слов, приходится лазить в словарь, потому что это не логизм, они появляются вот вчера, позавчера. Ну, то есть так, плюс меняется и правило в русском языке. Есть изменения, они периодически возникают, идет обсуждение. То есть то, чем у вас учили даже 20 лет назад, может совершенно оказаться, ну, может оказаться не совсем тем написанием, как сейчас уже на сегодняшний день принято. Значит, корректоры, редакторы, профессионалы, они в курсе всех веяний, происходящих изменений, они читают вашу книгу со взглядом, со стороны незамыленным авторским взглядом. Как бы звездно вы ни писали, я имею в виду грантность, орфографию, не ошибиться нигде в романе на 12 авторских листов просто нереально, вас ни мысль вдаль влечет. И это правильно, это работа писателя, излагать свою мысль, развивать сюжет. А пропущенные запятые – это не ваш вопрос, отдайте его специалистам. Это в обязательном порядке нужно делать. Далее. Текст отредактирован, откорректирован редакторами. Обложка. Это следующий камень преткновения, на котором периодически издатель должен иногда и спорить, и ругаться, но часто убеждать автора, потому что автор точно знает, что на обложке должно быть размещено два влюбленных сердца, потому что его книга называется «Мелодия души». Либо она называется «Два сердца», что еще не легче. И там под этим названием «Два сердца». Кстати сказать, больная тема здесь – это поэты как раз. Вот и пользуясь случаем на Александрийском поэтическом форуме, поэты более ярко выражены. И приходится объяснять прямо вот по шагам. Значит, вот вы ребенка родили, молодого, так маленького, красивого, новенького, да, и называете его Лена. Вот у нас же модные имена. Вот меня мама назвала Леной, я пришла в первом классе в школу, тогда были только Лена и Таня. Пришла в школу, а там пять лет, шесть, Тань, как бы. Ну вот тогда их по фамилиям, да, всех, конечно, различали, безусловно. Мы же знаем, да, моду. Сейчас мы вдруг приходим на детскую площадку, допустим, около дома, а там какие-то невероятные там происходят вещи, там Элеонора, Иерополк какой-то там в песке играет и так далее. Вот, да, то есть сейчас по другому пути идут родители, сейчас чем только не обзываются и чем только не обзывают своих детей. Так вот, для книжки невероятно важно выбрать уникальное название. Хотелось бы, но, к сожалению, уникального, как вот Андрей, что сказал, ничего нет. Все уже когда-то было, но тем не менее. Как правильно выбрать название для книжки? Если вы придумали 10-15 названий, допустим, а я всегда предлагаю придумать именно 10-15, прежде чем ее точно называть, закиньте в свою фокус-группу своим друзьям, родственникам, которые ее читали, да. Скажите, как ты думаешь, вот какое название? Название должно быть неординарным. Посмотрите, что люди скажут. Оординарность названия убьет книгу. Во-первых. Во-вторых, в поисковиках вы не забывайте всегда о том, что ваша книга будет в интернете, и вы, не вы, а ваши читатели будут ее искать в поисковиках. Я вас уверяю, что если вы сейчас наберете там мелодии души, поэзии души и так далее, и вообще как это, души прекрасные порывы, зачем вот души тебя пусть остаются. Вот. Из этой же серии. Вот все вот эти вот мелодии души, души, вот не надо, пожалуйста. Еще очень плохая тема. Начинать с заголовок книги сне, а такое тоже бывает. И еще чем особенно страдают поэты, это ставить в конце название книги, троеточий. Это просто, вот, не знаю, они пытаются назвать книгу первой строчкой своего стихотворения. По идее, вроде как, по правилам, там должно быть троеточие в конце, да, обрыв, там, выдержка стихотворения. Не надо этого делать. Все эти троеточии мешают поиску вашей книги в интернете, на площадках. Книга, название которой начинается сне, с коммерческой точки зрения, вызывает заведомо отторжение. Да, вот роман об этом, да. Не луги, допустим. Вроде он об этом, но, значит, попытайтесь придумать какое-то другое название, как правило, это будет вызывать отторжение у читателя. Что книга появляется на книготорговой площадке? Просто представьте себе вот этот момент. Первое, что видят потенциальные читатели, наша задача, чтобы он зашел и книгу прочитал нашу. Он нажимает на кнопку. Да, мы с вами сейчас знаем, какое количество раз в сутки мы нажимаем на кнопки и сколько у нас есть времени на принятие решения. Я захожу на Озон, я хочу прочитать книгу. Первое, что мне бросается в глаза, это обложка. Обложка – это лицо книги, это важная составляющая. Если мне обложка не понравилась, я даже не буду читать, что под ней написано. А под ней аннотарцией написано. Это паспорт вашей книги, который с ней пойдет по всей литературной жизни. Обложка должна бросаться в глаза. Обложка должна содержать какое-то яркое пятно, но не пестреть. Она должна быть минималисткой, но с каким-то там фоном и так далее. Следующим пунктом будет бросаться в глаза не ваше имя авторское, а будет все-таки заговор, название книги бросаться в глаза. Поэтому оно должно быть неординарным, но и не вычурным, не отпугивать читателя. Это важно. Не договорила по этому поводу. Забивайте в интернет. Например, вы придумали «Мелодию души», я так назову свой новый сборник. Я захожу в интернет, набираю «Мелодию души». У меня выкидывает 16 страниц с книгами разных авторов с таким названием. Если вы хотите стать 17-м, ну, ради бога, я издам, ну, просто будут читать первые 16 изданные до вас, на вашей странице даже не дойдут, да, если вдруг это будет нужно. Поэтому смотрите на совпадение в интернете, это важно. Тоже, что касается оформления обложки, тренды очень сильно меняются, никакие два сердца, там, двух лебедей, которые обнимают друг друга, лучше сейчас, конечно же, не размещать. Этот момент тоже лучше доверить специалистам. И сейчас активно в создании обложек, естественно, как и во всей сфере нашей жизни, вторгается искусственный интеллект. Значит, чему отдать предпочтение? Сейчас уже расходе, началось прям такое расхождение мнений, и, наверное, в этом есть зерно истины. То есть, одни говорят, что нет. Художника его видно через обложку. Там видно руку человека и видно его, ну, как его душу, его вложенную, его вот именно составляющую, творческую, да, его душу художника. Если это делает искусственный интеллект, то, как правило, по обложке видно, что это сделала машина. Обложка классная, она красиво выглядит, но это сделала машина, души нет. Есть еще дизайнер, который может таким образом скомпоновать обложку, что он использует что-то из искусственного интеллекта и что-то от художника и добавит шрифты, которые будут подходить именно под вашу книгу и все прочее оформление, да, потому что какие-то там рамки, корешки, то есть там каждый вот момент имеет значение. Значит, что касается меня, вот мое личное мнение, значит, выбор за каждым. Я считаю, что, например, с фантастикой сейчас шикарно совершенно делается иллюстрациями искусственного интеллекта, когда это там города будущего, космос и так далее. Действительно, искусственный интеллект с этим прекрасно справляется и, наверное, в данном случае, в определенных каких-то случаях, может быть, художник и не нужен. Когда это поэзия, мне кажется, она прям просит художника, а когда это какие-то романы, такие там реализм, ну, не фантастические там, какие-то там роботы там не дерутся в романе, да, и идет там нормальная, ну, какая-то проза реалистичная. Вот мое точно мнение на сегодня, дорогие друзья, обложка – это и художник, и искусственный интеллект, и дизайнер. Вот когда там сходятся три составляющих, когда и какие-то моменты от искусственного интеллекта, использованы, да, какие-то такие фишки, и дорисовка художникам там есть, и дизайнер все это скомпоновал, поставил верные шрифты, правильно все расположил, и тексты на задней обложке. Вот тогда, как правило, можно добиться идеальной картины, потому что использовать надо все. Опять же, доверьте это издательству. Оно сделает правильно. Аннотация. Еще одна больная тема – это паспорт вашей книги. Паспорт не может быть на шести страницах. Паспорт – это короткая информация. На прочтение. Зашел читатель на площадку, он зацепился глазами за обложку. Ему стало интересно. Да, обложка интересная. Так называется там, убей, била, да, ну, грубо. Дай-ка я посмотрю, про что это там детектив или что. Он опускается дальше глазами, значит, на аннотацию, и аннотация должна его зацепить, должна расработать, как следующая зацепка, зацепить его и заставить, открыть книгу, перелеснуть и посмотреть, значит, и как минимум начать читать начало. И это ключевая задача аннотации. Она висит на первой странице под обложкой. Не нужно в аннотации пересказывать весь роман на полкилометра. Во-первых, никто не дочитает. Во-вторых, если дочитает и там все пересказано, то тогда зачем мне книгу открывать, я пойду дальше, я за нее платить не буду, я уже все знаю, с чего началось, что и убийца-садовник, и чем дело кончится, как бы зачем читать. Вот это просто тоже такая серьезная болезнь. Аннотация должна быть не больше 500 знаков, она должна побудить читателя и открыть книгу. Она должна дать такой зацеп, то есть что будет дальше, чем там дело кончится. То есть какую-то фразу зацепляющую, там обозначить герой, или там герой пошел в лес, допустим, и вдруг он вышел, и многоточие. Вот такие штуки цепляют. Или там он зашел в лес, и вдруг посередине леса на поляне видит видит стоящий абсолютно там новый автомобиль последнего года выпуска. Вокруг нет ни одной подъездной дороги, ничего нету, и стоит автомобиль. Что это значит? Все. Дальше объяснять, что это значит, в аннотации не надо. Пойдет читатель, если его это заинтересует, потому что мне будет интересно, а кому туда вообще попал, значит, кто-то объяснений есть, пойдут люди читать. Вопрос в конце аннотации такой, как бы, что будет дальше, сможет ли он справиться с ситуацией, и так далее, такой вопрос направляющий тоже. Он должен, ну, тоже может иметь место, и должен быть, но знаки, знаки, 500 знаков, это максимум, что должна, что должно быть написано в аннотации. Следующий вопрос, который мне часто задают авторы, фотографии, биографии автора, зачем они нужны? Значит, особенно интересно, когда такой вопрос задают молодые начинающие авторы, он говорит, ну, вот я написал роман, вот у меня чудесный заголовок, вот аннотация, и текст хороший, все хорошо получилось, зачем моя биография? Моя биография, как бы ничего не значит, ну, действительно, моей биографии пока ничего о литературе нет, допустим, да, я написал первую книгу, а вот до этого я там родился, женился, учился, и так далее. Значит, да, но на сегодняшний день читателю очень интересно знать, он в процессе чтения он общается с автором, сейчас сутсети, нам вся вот эта доступность информации, это все создала, да, мы хотим, читатель хочет видеть, видеть человека, который это написал, он беседует с автором, он смотрит на его фотографии, он понимает, как выглядит автор, и им важно автору 18 лет, 50 или 80, или ему 30, да, то есть это же влияет на читательскую аудиторию, безусловно, тоже, да, он смотрит, о, это автор, мой ровесник, там, сейчас, наверное, он напишет о каких-то вещах, которые волнуют у меня, там, как его ровесника, однозначно, поэтому это обязательно должно быть, но опять же, без перебарщивания, на сегодняшний день, практически мы убрали все фотографии авторов, задних обложек, переставляем в блок, причем блок он ставится теперь в конце книги, что очень важно, потому что раньше это все, раньше была тенденция, что в начале стояло там об авторе, и фотографии, сейчас тенденции такие, что фотография автора, его биография ставится в конец книги, ну, это как бы может меняться, кстати, о поэтах мы часто ставим и в начале блока, потому что, ну, вот как-то так вот традиционно принято, но суть в том, главное, что они должны быть, куда их поставить правильно, подскажут опять же, издатели и редакторы, и верстальщики подскажут, как правильно скомпоновать, но биография и фотография должна быть, биография автора пишут от третьего лица, от третьего лица, если автор начинает писать, я родился и женился, это значит, что он пишет уже вступительную часть книги от автора, так называемое, вступление от автора, а не биография, биография пишется о вас, о вас, то есть он родился, он учился, он женился, и растекаться там мыслью по древу не обязательно, конкретная улица, адрес, где вы родились, конкретный час, никого не интересует, биография должна занимать не более 700 знаков страницами, то есть пробелами, чтобы вставать нормально в хорошем соотношении на полосу книжную, там о пятого стандартного формата, она должна быть где-то до 700 знаков пробел, или там плюс-минус 50, вот, и давать краткую информацию о вас, и максимальная часть ее должна, ну, то есть биографическую, краткую, совершенно вводную, и максимально должна говорить о литературе, начал писать во столько-то лет, вот всегда увлекался там такими-то авторами, вот попробовал себя там-то, сделал публикацию одного рассказа, например, там в «Альманахе», поучаствовал в таком-то сборнике в таком-то году, опубликован в толстом журнале и получил за это такую-то премию, и обязательно членство в Союзах, что тоже всегда приветствовалось и продолжает приветствоваться в конце член Интернационального Союза писателей, член Союза писателей России и так далее, и так далее, да, там или там заслуженный журналист, то есть все, что касается, все, что связано с творчеством, должно занимать две трети биографии точно из этих 700 знаков. Это важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!